Сердце мое Сердце мое Сердце мое Для тебя одного Сердце мое Живем Одним тобой Сердце мое Господь Для тебя одного Сердце мое Сердце мое Для тебя одного Сердце мое Живем Одним Сердце мое Господь Для тебя одного Сердце мое Сердце мое Я буду славить тебя Бог Мой Всех, что есть Славить тебя Бог Мой Всех, что есть Славить тебя Иисус Сердце мое Сердце мое Для тебя одного Сердце мое Живем Одним тобой Сердце мое Сердце мое Сердце мое Для тебя одного Сердце мое Живем Одним Сердце мое Живем Сердце мое Для тебя одного Сердце мое Сердце мое Мой Я буду славить тебя Бог Мой Всем, что есть Славить тебя Бог Мой Всех, что есть Славить тебя Иисус Бог Мой Я буду славить тебя Бог Мой Я буду славить тебя Всем, что есть Славить тебя Бог Мой Всех, что есть Славить тебя Иисус Всех, что есть Иисус Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогой Господь Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Ты достоин, достоин, Славит вся земля, дела твои. Ты достоин, достоин, Твоя слава за краем земли. Ты достоин, достоин, Славит вся земля, дела твои. Ты достоин, достоин, Твоя слава за краем земли. Ты достоин, достоин, Славит вся земля, дела твои. Ты достоин, достоин, Твоя слава за краем земли. Ты достоин, достоин, Твоя слава за краем земли. Ты достоин, достоин, Твоя слава за краем земли. Ты достоин, достоин, Славит вся земля, дела твои. Ты достоин, достоин, Твоя слава за краем земли. Ты достоин, 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 Славит вся земля, дела твои. Ты достоин, 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 Твоя слава за краем земли. Ты достоин, достоин, Твоя слава за краем земли. Ты достоин, 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 Твоя слава за краем земли. Ты достоин, 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 Твоя слава за краем земли. Ты достоин, 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 Твоя слава за краем земли. Иисус, ты достоин, достоин. Иисус, лишь ты достоин, лишь ты один. Иисус, ты достоин, лишь ты один. Иисус, 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 мой Иисус, мы будем славить Тебя, Господь, сейчас. Мы будем поднимать Тебе свои руки, поклоняться Тебе Богу великим. Иисус, мой 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 Иисус Ты один, достойный, ты один, достойный, ты один, кто может все, ты один, ты, Иисус. Ты один, достойный, ты один, кто может все, ты один, ты один, ты, Иисус, Иисус. Ты один, достойный, ты один, кто может все, ты один, ты, Иисус, Иисус, Иисус. Ты один, достойный, ты один, кто может все, ты один, ты один, ты один, ты один, ты, Иисус. Ты один, достойный, ты один, кто может все, ты один, ты, Иисус. Аллилуйя, в Тебе наша боль была Аллилуйя, слава Тебе, Господь Ты один, кто все может, Бог Ты один, кто все меняет вокруг, Господь Слава Тебе, Иисус Слава Тебе, Господь, и благодарю, что Аллилуйя, Твоя слава, она просто рада во всей земле, Отец Аллилуйя, спасибо Спасибо Тебя, те, что мы не только знаем, но мы это и видим И будем видеть еще больше, Господь Аллилуйя, спасибо, что Ты ближе Ты ближе всего, Господь, к нашему сердцу, Отец Аллилуйя, люди видят нас, но Ты, Бог, проникаешь в сердца наши Ты видишь еще больше, Ты видишь глубже, Бог Аллилуйя, Ты всегда приходишь, Господь, слава Тебе Аллилуйя, слава Тебе Аллилуйя, слава Тебе, Господь Иисус, Иисус, Иисус В тебе вся жизнь моя, мой Иисус Тебе принадлежу я, мой Бог, мой Иисус Ты искупил меня, век я твой Иисус Мой Иисус, в тебе вся жизнь моя, мой Иисус Тебе принадлежу я, мой Бог, мой Иисус Ты искупил меня, век я твой Иисус Ты так близко ко мне, и так не было раньше Ты так близко ко мне, и между нами больше нет ваших Ты так близко ко мне, подходишь к моему сердцу Ты так близко ко мне, открой для тебя его звезду Мой Иисус, в тебе вся жизнь моя, мой Иисус Тебе принадлежу я, мой Бог, Иисус Ты искупил меня, век я твой Иисус Ты так близко ко мне, и так не было раньше Ты так близко ко мне, и между нами больше нет ваших Ты так близко ко мне, и так не было раньше Ты так близко ко мне, и так не было раньше Ты так близко ко мне, подходишь к моему сердцу Ты так близко ко мне, открой для тебя его звезду Ты так близко ко мне, и так не было раньше Ты так близко ко мне, и так не было раньше Субтитры подогнал «Симон» 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 Хочу поприветствовать всех тех, кто подключился недавно к эфиру. Хочу сказать, что у нас сегодня служение исцеления. Дорогой друг, я хочу призвать тебя ожидать сегодня движения Божьего. Хочу призвать тебя, чтобы ты открыл свое сердце. Это не мое служение, это не служение каких-то отдельных людей. Знаешь, что Бог сегодня, Он собирается прикоснуться к твоему сердцу. Бог сегодня хочет прикоснуться к твоему телу и изменить его. Аминь. Аллилуйя. Такая благодать Божья. Просто... Сегодня, знаешь, я когда молился за этот эфир, и Бог сказал мне несколько мыслей. Я хочу поделиться этими мыслями, и дальше мы будем молиться. Дальше мы с командой будем высвобождать те слова благодати, которые поменяют твою жизнь. Мы будем пророчествовать в жизнь каждого, кто подключился к эфиру. Эта молитва будет пророческая для каждого человека, кто будет просматривать этот эфир в записи. Друг, дорогой, я хочу тебе сказать, что Божье Слово, оно действенно, оно живо, и оно непоколебимо. У Божьего Слова нету срока давности. Этот эфир будет менять твою жизнь с каждым просмотром. Твоя жизнь будет меняться, и эта молитва, она призвана Богом изменить жизнь многих людей. Бог показал, что эта молитва, она будет как хлеб, как пища, которую можно будет пережевывать снова и снова. Эта молитва призвана действительно реформировать всю твою жизнь. Эти истины, которые Бог хочет сказать, они будут фундаментальными, и эта молитва, значит, ты просто возьми ее не только для себя, но распространи среди людей, которые нуждаются в исцелении, которые нуждаются в свободе от Бога. Аллилуйя! И хочется начать с основы. Знаете, Бог, Он сказал сегодня, когда молился, Он говорит, скажи моим детям, что я люблю их. Нет другого основания для исцеления, кроме Его любви. Исцеление – это дар, который приходит в твою жизнь. За исцеление, да вот, многие люди придумывают разное учение о том, что ты должен покаяться, ты должен что-то сделать со своей жизнью, ты должен, 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 должен. Но, а где место благодати Божьей? Где место Его любви? Вы знаете то, что Божье имя есть любовь? Самое первое проявление Божье – Он любящий Бог. Он не просто какая-то личность, которая сидит где-то там на небе, какой-то дядька с бородой, который наказывает тебя за каждый неверный твой шаг. Если бы так было, мне кажется, уже вообще бы не было человечества. Но Божье имя есть любовь. Его проявление – это любовь. И я хочу тебе сказать, дорогой мой друг, может быть, ты до сих пор еще носишь внутри себя эту проблему, эту болезнь. Потому что какая-то вина, какой-то грех, он до сих пор тюкает и давлеет над твоей жизнью. Но я хочу тебе сказать слова, которые ободрят тебя. Эти слова, они сильны поменять всю твою жизнь. И я хочу сказать тебе, что ты не виноват. Я хочу сказать тебе то, что Бог пришел в твою жизнь. Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы убрать всю тяжесть греха. Иисус Христос пришел для того, чтобы не просто забрать какой-то грех, Но Он пришел для того, чтобы стать заменой вместо тебя. Друг, послушай, я говорю тебе то, что Иисус стал твоим ответом Отцу. Иисус стал твоим ответом Отцу. Вдумайся в эту фразу. Люди говорят, что ты призван к тому, чтобы исполнять закон, к тому, чтобы исполнять заповеди и жить какой-то благопристойной жизнью. Но Он знал, Бог знал о том, что человек, о том, что ты не сможешь исполнить эти заповеди. И Он послал замену. Он послал своего Сына для того, чтобы в Нем благословить тебя. Он послал своего Сына для того, чтобы в Нем ты имел полное искупление. В том, чтобы ранами Его ты исцелился. Чтобы эта благодать, действительно благодать Божия, Божий дар проявился в твоей жизни. Как любовь, как чистота, как святость. Я говорю сейчас в твою жизнь. Нет ничего, что может стоять на пути к исцелению. Нет никакого греха. Даже если ты ощущаешь какое-то осуждение, какое-то давление греха. Дорогой друг, когда будет молитва, когда мы будем поклоняться, просто скажи, Отец, я отрекаюсь от этого. Оно больше не имеет влияния на мою жизнь. Все, что было в моей жизни ложное, я просто оставляю это. И пусть твое действие будет проявлено. Пусть твоя сила проявится сильнейшим образом. Аллилуйя. Будет так, Используйся. Я верю в то, что твоя сила будет освобождать от угнетения. Уже прямо сейчас я чувствую то, что Дух Святого, Он из кого-то начинает вынимать эти как шипы. Душа, она начинает выходить на свободу. Душа начинает облекаться в эту чистоту Божью. Аллилуйя. 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 Слава тебе, Господь. Мы двигаемся дальше. Друзья, представьте, то, что Иисус пришел на землю, это было только начало. Иисус, когда ходил физически по земле, Его жизнь была примером проявления Божьего. Когда Иисус общался со Своими учениками, и ученики сказали, Иисус, покажи нам Отца и хватит нам. Иисус говорит, как так? Я ходил все это время с вами, и ты мне говоришь, покажи Отца. Знаете, Иисус был прямым показателем характера Отца. Иисус, ходя по земле, был проявлением Отца. Он был полнейшей копией, стопроцентным проявлением Отца. И Иисус, когда ты думаешь, хочет ли Бог, чтобы я исцелился? Хочет ли Бог, чтобы моя жизнь поменялась? И я говорю тебе, посмотри на жизнь Иисуса. Каждый человек, который приходил к Иисусу за ответом, каждый человек, который приходил к Иисусу за исцелением, получал этот ответ. Мы знаем, в Писании написано, что в каком-то городе не было исцелений. Но это все было не потому, что Иисус не смог их исцелить, потому что не было того человека, который бы пришел и попросил Иисуса об исцелении. Эти люди были противниками Божьими. Эти люди, они не принимали Его присутствия во внимании. И они всеми силами отвергали Его. И там не было чудес. Но когда у тебя есть принятие, когда у тебя есть этот голос внутри, твое желание, когда твоя душа говорит, Иисус, я жажду этого исцеления, я жажду проявления твоей силы. Дорогой друг, твоя жизнь поменяется, твоя жизнь изменится. И сегодня тот день, когда это будет. Сегодня тот день, когда Божье движение коснется тебя. Представь, дорогой друг, Иисус был на сто процентов проявлением Отца. Он показывал характер Отца. Но вот пришел тот момент, когда Иисус говорит своим ученикам, я ухожу. Тот момент, когда ученики понимали, что их жизнь была наполнена чудесами, наполнена знамениями, исцелениями, освобождением от демонического влияния. И тут Он им говорит, я ухожу. Все. Ученики были в ужасе. Но Иисус сказал, подождите. Он говорит, я не оставлю вас сиротами. Я говорю сейчас, дорогой другу, в прямой эфир, и каждому человеку, кто будет смотреть в записи, я говорю, ты не один. Потому что Иисус говорит, я иду на небо. Но я умолю Отца, и Он пошлет вам, другого утешителя. Сегодня, когда мы говорим за исцеление, я хочу, чтобы эта истина, она просто вошла в твою жизнь и стала фундаментом. Иисус говорит, я не оставлю вас сиротами. Это слово, сироты, в греческом переводе означает, как человек, который потерял своего отца. Это слово означает, как ученик, который потерял своего учителя. И физически так оно и происходило. Когда Иисус уходит от своих учеников, когда Он идет на небо, Но Он говорит, я не оставлю вас сиротами. Он говорит сейчас тебе, ты не один, и ты не остался сиротой. И Он говорит, я пошлю другого утешителя. Дорогой друг, это слово, другое, оно в греческом переводе означает «алос». Это говорится о Духе Святом. И что означает это слово? Означает такого же вида и характера. Это очень важно понимать. Почему? Потому что Иисус говорит, придет другой утешитель, придет другая личность. Но это не означает то, что Он другой, как будто бы какой-то новый. Он говорит, другой утешитель, как такого же характера, как и я. Он говорит, придет такой же по своим характеристикам. Мы чуть-чуть раньше говорили о том, что Иисус был проявлением Отца, но что Он был на 100% образом Отца. И то же самое происходит со Святым Духом. Это личность, которая пришла в твою жизнь. Это личность, которая пришла в жизнь Церкви. И каждого человека, который призывает имя Иисуса Христа, и говорит Его, признает своим Спасителю. Это личность, которая по своему качественному составу, по своим характеристикам, такая же, как и Иисус. Присутствие Духа Святого в нашей жизни, присутствие Духа Святого в твоей жизни, равносильно тому, что физически Иисус Христос пребывает сейчас с тобой. Вау! Это совершенно меняет твое представление о взаимоотношениях с Богом. Почему-то религия убрала Духа Святого из молитвы. Почему-то люди говорят о молитвах и общениях с Богом, но они забыли о том, что есть Дух Святой. Дух Святой фундамент твоего общения с Богом. Дух Святой тот, кто проявляет Иисуса в твоей жизни. Дух Святой это тот, кто проявляет любовь Отца. Тот, кто силен исцелять тебя. Тот, кто силен наставлять тебя на всякую истину. И Он делает это. Исцеления не закончились когда-то в Новом Завете. Исцеление не закончилось когда-то в раннем христианстве. Бог сегодня силен исцелять. Он хочет это делать. Это Его характер и это проявление Его любви. Аллилуйя. И хочется разобрать два примера. Дорогой друг, мы сейчас уже будем начинать молиться, но просто чтобы ты вник в служение исцеления. Я думаю, все из нас слышали историю, когда апостолы Петр и Иоанн, они направлялись в храм. И они увидели больного, который сидел, который просил милостыню, который постоянно, знаешь, сидел там. Ну вот, пример проявления Божьего исцеления. Просто Дух Святой показал какие-то вещи, и друг мой, просто сейчас открой свое ухо для того, чтобы увидеть то, что исцеление, знаешь, как люди говорят, ну я не знаю, захочет ли Бог, чтобы я был исцелен. Есть что-то, есть момент, который проявится сейчас на молитве, который проявится в твоей жизни. И исцеление придет, оно коснется от тебя. Галилюи. Это местописание записано в Деянии 3-4. И я буду читать досрочный перевод, то есть вы можете подключаться, смотреть у себя, но вот эти вещи, они на самом деле фундаментальны. Тогда-то Петр вместе с Иоанном, смотревшись в него, сказал ему, взгляни на нас. Представь, апостолы стали и говорят этому человеку, который нуждается в исцелении, они говорят, посмотри на нас, всмотреть. Я говорю тебе, дорогой друг, когда будет молитва, пожалуйста, пусть всякая суета, она отойдет в сторону. Я призываю тебя максимальной концентрации о том, чтобы ты сосредоточил весь свой взор на движение Духа Святого. Когда его помазание будет двигаться, когда его сила будет проявляться, смотри на него. Пусть малейшее движение внутри будет внутри себя ощутимо, и твой взор, он будет сразу же ловить его. Тогда он своими глазами вцепился в них, ожидая получить от них нечто. Дорогой друг, заметь, то, что этот бедолага, этот человек, нуждающийся в исцелении, тут написано, он вцепился в них, ожидая получить нечто от них. когда Божье присутствие приходит, когда Божья слава начинает проявляться на служении, на молитве, для того, чтобы принять исцеление, с твоей стороны должно быть принятие, ожидание что-то получить, потому что мы привыкли входить в Божье присутствие, привыкли молиться, но иногда бывает такой момент, что ты не ожидаешь ничего, как будто бы, ну, я пришел, вот как обычно, но я призываю тебя, дорогой друг, брат, сестра, ожидая из Божьего присутствия, прикосновения, ожидай движения его силы в своем теле, амилюя. И дальше Петр говорит, у меня нет ни серебра, ни золота, но то, что есть у меня, этакое подаю тебе. И тут он говорит, в имени Иисуса, помазанника Назарея, ты должен восстать, и таки начиная поступать твердой поступью. И дальше говорится за то, что произошло. Так что, схватив его за десницу, Петр восставил его, вот тогда-то его ступни и лодыжки точно же сделались устойчивыми. Аллилуйя. Аллилуйя. Представьте, Петр осознавал то, что у него есть что-то. Ты можешь сейчас смотреть на меня и думать, ну, кто я такой? Я могу так же говорить, у меня, может быть, нету какого-то красноречия, у меня, может быть, нету ни золота, ни серебра, но то, что имею, то даю. Дорогой друг, за этот эфир, за эту молитву молились не один день, молились десятки людей, и это помазание, которое будет двигаться, оно призвано исцелять. я говорю тебе, сейчас твою жизнь, просто увидь. Апостол Петр говорит, что у меня есть это. Он не говорит, а давайте мы сейчас помолимся и спросим, Бог, хочешь ли ты исцелить его? Но Петр заявляет о том, что у него было это. И я хочу тебе сказать, что это было присутствие Духа Святого. Он осознавал, то, что это у него есть. Это как субстанция, которая пребывает на нем. Как помазание, которое пришло на его жизнь. И он говорит, у меня есть оно. Почему я говорю, что это помазание? Давайте мы прочитаем еще раз эту фразу. Когда он говорил, это когда я подаю тебе, то есть я даю тебе, и что происходит, когда помазание начинает двигаться? Он говорит в имени «В имени Иисуса помазанника на заре ты должен восстать». Что это такое? Как можно Иисусе восстать? Но тут он говорит, когда начинается движение. Что такое помазание? Когда Христос начинает двигаться, вот это помазание, Божья сила, оно начинает проявляться в твоем теле, ты начинаешь ощущать, может быть, жаль, какое-то покалывание, может быть, как электричество начинает ходить по тебе. Просто в этот момент он говорит, когда ты начинаешь это ощущать? Он говорит, начинай ступать твердой поступью. Он говорит, когда ты начинаешь ощущать движение, помазание, сразу принимай исцеление. Когда ты начинаешь чувствовать, как сила Божья касается тебя, в этот момент просто я исцелен. Начинай проверять, если у тебя были проблемы с суставами, начинай сразу же проверять. Боль должна уйти во имя Иисуса. Я хочу привести пример Это слово исцеленный Знаете, это пророчество на твою жизнь И здесь вот рассказывается о том, что этот человек был исцеленный Такой же исцеленный я Как-то на молитве я стоял, молился, поклонялся Богу И я даже не просил заболеть Но вот что произошло Я стоял, поднявши руки, поклонялся, молился И я ощутил жар и холод у себя в почках Наше проявление помазали Я ощутил, что Бог что-то делает И я понял, я исцелен И я призываю тебя сделать точно так же Просто когда ты начинаешь ощущать, пусть исцеление, оно моментально проявляется Сразу же хватайся за это и говорю, я исцелен У меня были проблемы с почками У меня были камни в почках На протяжении нескольких лет, каждые полгода меня забирали в больницу Я лежал там, мне делали операцию, один раз в месяц лежал Потому что сразу с одной стороны камни были, потом с другой И представь, в один момент Божья сила двинулась И вот я стою и свидетельствую о том, что прошло уже около шести лет И не было никаких проблем с камнями Не было никаких проблем с почкой Аллилуйя, я хочу восстать всю славу нашему Богу Дорогой друг в эфире, ты можешь прославить Иисуса И я это говорю не для того, чтобы показать, какой я счастливчик Но я говорю это для того, чтобы внутри тебя появилась вера Внутри тебя что-то произошло, потому что я верю Если Бог произвел это чудо в моей жизни Он силен произвести это и в твоей жизни Он силен проявиться для тебя Аллилуйя Слава тебе, Господь И еще один пример исцеления Еще один пример человека, которого Писание описывает как исцеленный Я думаю, все помнят о исцелении в субботу возле купальни Представь картину, Иисус приходит туда Там лежат разные люди, но Он замечает одного Он замечает человека И смотрите, это записано в Иоанна 5,6 Иисус увидел Его лежащего и узнав, что Он лежит уже долгое время Говорит Ему, хочешь ли быть здоровым? Иисус видит и Он узнал информацию То, что этот человек уже долгое время находится в болезни То, что этот человек, он долгое время находится в немощи В какой-то склонности Может быть, это сказано сейчас за тебя, дорогой друг Иисус, Он говорит тебе прямо сейчас Хочешь ли ты быть здоровым? Если посмотреть со стороны и сказать Иисус, ну неужели ты не видишь? И неужели это непонятно? Но Иисус говорит это для того, чтобы ты сам осознал Есть люди, которые уже в своей болезни настолько укоренились Что они просто сказали Ну, значит так Значит, я буду жить с этим Они ничего не делают со своей болезнью Но Бог тебя спрашивает Хочешь ли ты быть здоровым? Хочешь ли ты сегодня принять полное исцеление? Дорогой друг, задай себе этот вопрос Услышь сейчас голос Иисуса Христа Который звучит Духом в твою жизнь Хочешь ли ты быть здоровым? Хочешь ли ты? Аллилуйя Седьмой стих Больной отвечает ему Так, Господи, но не имею человека Который опустил бы меня в купальню Когда возмутится вода Когда же я прихожу Другой уже сходит прежде меня И Иисус говорит ему Встань Возьми постель твою и ходи Аллилуйя Представь Этот человек сразу начал рассказывать Иисус Ну, есть такие-то обстоятельства в моей жизни Иисус, я вижу вот это Я вижу своими глазами вот эту проблему Вот это, вот это, вот это И как это похоже Иногда На нашу жизнь Ты можешь показать себе Тысячу и одну причину Почему ты до сих пор еще не исцелен Ты можешь показать Какие-то доводы Приводить Для себя И они могут казаться логичными Но Божий ответ На эту проблему Он исцеляет его И он говорит Вставай и ходи И я хочу сейчас, чтобы Ты Обратил внимание еще Вот на что Знаете, я взял Специально тот же Более глубокий перевод Для того, чтобы ты увидел О том, что Исцеление Оно происходит так же Когда помазание Начинает двигаться Что-то происходит Иисус, увидев Этакого Лежащим там И узнав о том Что он уже долгий срок Имеет болезнь Говорит ему Ты желаешь В здорового превратиться? Дорогой друг Желаю превратиться В здорового Севой Аллилуйя Недомогающий Ответил ему Хозяин У меня нет человека Так, чтобы Как только Взволновалась вода Бросил бы меня В бассейн А когда я сам Добираюсь до туда Другой задолго до меня Спускается в него Дорогой друг Может быть Не было у тебя Такого человека Который бы взял И бросил тебя В эту воду Который бы погрузил Тебя в силу Который бы погрузил Тебя в помазание Божьем Но сегодня Есть люди Ходатари Которые призваны Погрузить тебя В эту воду Когда начнет Эта вода бурлить Когда сила Божья Начнет высвобождаться Значит просто Погружайся В эту воду Просто Пусть ни одна мысль Тебя не остановит Когда начинается Это бурление Когда начинается Какое-то проявление В своем теле Сразу же Принимай Своё чудо Начинай Благодарить Бога Начинай Прославлять Его Дорогой друг Если ты не один Если ты ощущаешь Призыв К молитве За какого-то человека Который находится В твоём окружении Когда будет молитва Начинай Возлагать руки Будь тем человеком Который возьмёт И кинет Этого человека В помазание Божье Который кинет Этого человека В эту бурлящую воду И произойдёт исцеление Давайте посмотрим дальше Иисус говорит ему Встань Подними с земли Ценовку твою А затем Ступай Твёрдую поступь Аллилуйя Как это Отличается От того перевода Синодального Которого мы привыкли Слышать Там просто сказано Встань и иди Но здесь также говорится Как мы видели В предыдущем исцелении Он говорит Поднись И ступай Твёрдой поступью Вот это тот момент Когда ты в помазании Начинаешь смело ступать Когда ты начинаешь Благодарить Бога За то, что Он уже прикоснулся И благодаря Его Высвобожденной силе Ты принимаешь Полное исцеление Дорогой друг Я призываю сейчас Тебя Чтобы твое сердце Было открыто Чтобы влияние Божье Распространялось На тебя И через тебя Аллилуйя Когда ты начинаешь Ощущать То, что происходит Внутри Когда ты начинаешь Ощущать движение Помазания Будь как тот человек Которому сказали Начинай ступать Твёрдой поступью Начинай ходить Вверя Даже если ты Ещё может быть На этом служении В эфире Не ощутишь Явных изменений Но ты переживёшь Помазание Божие Друг Я призываю Просмотреть эту молитву Ещё несколько раз Бог сказал Что Он будет исцелять Друг Святой Помазал эту молитву На исцеление И твоя жизнь Будет меняться Я хочу рассказать Один из примеров Что происходит Неважно Прямой Это эфир Или же это запись В моей жизни Произошёл момент Когда я понял Что служение Божьего Слова Движение Духа Святого Оно не ограничено И не привязано К какому-то дню То Слово Которое Он высвобождает То Слово Которое Говорит Бог Через мои уста Или через уста Какого-либо Другого служителя Это Слово Пребывает Вовек Я с командой Друзей Смотрел Как-то Эфир Одного из служителей Не буду называть Имя Я сидел Во время молитвы На меня просто Как будто бы Одеяло Такое покрывало Опустилось И я сидел Переживал Такое сокрушение Такую славу Божью Просто слезы Лились ручьем Внутри Что-то происходило Дух Святого Менял Мою внутренность И когда закончилась Молитва Я там Вытираю Все Слезы Сопли Вау Что это вообще было Поворачиваюсь И мне один человек Говорит Такое ощущение Как будто бы На небесах Просто побывали Дорогой друг Это Слово Сильно Менять Это Слово Сильно Реформировать Твою жизнь И это будет Происходить Амелью Я хочу Призвать Каждого Из вас Каждого Открыть Своё сердце Сейчас Когда будет Поклонение Когда Мы будем Открывать Наши сердца Будем С расположением Наш Вкушать Это Это Дар Божий Пусть Твоё ухо Будет Открыто Когда Команда Будет Молиться Когда Команда Будет Высвобождать То Слово Которое Отец Приготовил Для тебя Просто Принимай Я призываю Тебя Быть Как тот Человек Который Вцепился Глазами Который Рассмотрел Помазанка Иисуса В этих Апостолах Я призываю Тебя К максимальной Концентрации На Духе Святом Пусть Это Движение Реформирует Полностью Твою жизнь Алли Алли Он Заботлив Комне Святая Любовь Наполняет Весел Как Ветхая Внусь Под ветром Его Благодати Когда Размышляю О славе Твоей Уводит Весла И Сомненье И Я Понимаю То Как Ты Вели Любовью Даешь Утешение О Как Ком Любит Нас О Как Ком Любит Как Ком Любит Нас Ком Его Твоей Весел Сомненький Святая любовь наполняет везде Как веткая гость под ветром его благодати Когда разрушляю о славе твоей Уходит без страха и сомненья И я понимаю то, как ты велик Любовью даешь утишенье О, как он любит нас О, как он любит Как он любит нас О, как он любит Любит, как он любит Любит, как он любит нас О, как он любит О, как он любит Любит, как он любит Любит, как он любит О, как он любит О, как он любит О, как он любит Любит, как он любит О, как он любит О, как он любит Любит, как он любит О, как он любит Любит, как он любит О, 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 как он любит Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дух Святой, я благодарю тебя за то, что достаточно твоей благодати для того, чтобы глаза прозрели, для того, чтобы зрение восстанавливалось Дима Торзок Прямо сейчас глаза откройтесь, прямо сейчас прозрение Дима Торзок 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 Дух Святой Дух Святой Дух Святой Ты сказал, что имею, то даю И пусть твое помазание сейчас реформирует тела Я провозглашаю полное исцеление Во имя Иисуса Во имя Иисуса Сейчас есть какой-то человек И ты в своем теле ощущал давление чего-то сверхъестественного Ты не знал, что это, но это был Дух, который давал тебе мысли о этой болезни Этот Дух, который проявлял боль в твоем теле Я прямо сейчас провозглашаю свободу во имя Иисуса Прямо сейчас всякий Дух, который стоял за заболеваниями Я приказываю тебе покинь тело Во имя Иисуса Огонь Огонь Во имя Иисуса Принимай исцеление Прямо сейчас с этой свободой Принимай полное исцеление Возобновление Новый ресурс в твоем теле Прямо сейчас ты начинаешь ощущать прилив сил Потому что это Дух, который высасывал энергию из твоего тела Он покинул тебя Начинай славить Бога Начинай возвеличивать Его имя Принимай исцеление Славь Его Аллилуйя Аллилуйя Славься Иисус Аллилуйя 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 Мы славим тебя, Господь Мы возвеличиваем тебя За то, что не оскудела рука твоя дающая Мы благодарим тебя За то, что прямо сейчас Перстом твоим Возобновляется каждое тело Дух Святой Дух Святой Ты прямо сейчас проходишь Через тела людей Просто проходишь Через каждого человека в прямом эфире Каждого, кто будет смотреть в записи Дух Святой Я благодарю тебя за то, что ты прямо сейчас Восстанавливаешь скелет Ты возобновляешь костную ткань И я провозглашаю исцеление Исцеление позвоночника Прямо сейчас Я говорю Каждый позвонок Встань на место Торе Блира Теплай Всякая боль В позвоночнике Прочь Во имя Иисуса Христа Я говорю, что нет Никакого основания Для боли в спине Сейчас Полное восстановление Исцеление во имя Иисуса Исцеление Блира Теплай Теплай Отец Новые кости Новые суставы Дорогой друг, если у тебя есть проблемы с суставами Просто возложи сейчас руку Если ты знаешь, что в твоем окружении есть такой человек Прямо сейчас возлагай руки на его суставы Возлагай руки Прямо сейчас пусть помазание двинется Торе Блира Теплай Теплай Просто возьми и начни приказывать этой болезни Скажи болезнь Ты вне закона в этом теле И я приказываю тебе Влочь Пай Теплай 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 Исцеление наполняет суставы Исцеление наполняет кости Огонь 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 Теплай Отель Спасибо тебе За то, что прямо сейчас приходит огонь твой И сокрушает всякую немощь Приходит огонь твой, огонь Духа Святого И искореняет всякую боль, всякую болезнь Пусть прямо сейчас связки восстанавливаются Дух Святой сейчас восстанавливает связки Там, где был какой-то разрыв, прямо сейчас исцеление во имя Иисуса Там, где был какой-то разрыв в теле Сейчас есть человек, у тебя разрыв связок или каких-то сухожилий в теле Принимай полное исцеление Сейчас новые связки, обновления, обновления, обновления твое О Дух Святой, халилюя, славься Иисус, славься Господь Халилюя, халилюя, халилюя Прямо сейчас Прямо сейчас Я прямо вижу, как какие-то наросты на трубчатых костях Какие-то деформации костей Прямо как вот суставы, они как вывернуты не в ту сторону, в которую должны быть физиологические И я прямо сейчас провозглашаю исцеление, выпрямление, все как Бог засунуло Я просто говорю тебе болезнь, убирайся прочь во имя Иисуса Я просто говорю, что полностью опорно-двигательная система, она функционирует в норме Всякие артрозы, артриты, они прямо сейчас уходят из своего тела Просто я говорю, расслабься сейчас, расслабься в этом Божьем присутствии Просто прими, прими это исцеление верой Господь, я прошу тебя просто взять каждому человеку принять Принять, просто взять, открыть свое сердце Для того, чтобы это исцеление могло просто течь в него прямо сейчас Я просто благодарю тебя, Господь, за любовь твою, которую ты избиваешь прямо сейчас Каждому человеку, который сейчас смотрит нас Я просто говорю, любовь твоя, она наполняет сердце Уходит всякая горечь, всякая обида Все, что связывало многие годы Я просто говорю, нет этого больше Я говорю, что искусство, он есть путь истинной жизни Путь истинной жизни И нет никакого проклятия Нет никакого проклятия, нет прошлого Не цепляйся сейчас за прошлое, его нет Его просто нет, потому что искусство, он смыл все своей кровью Все проклятия, всякие долги, всякие немощи и болезни Они просто смыты на кресте И я благодарю тебя, Иисус, за то, что ты любишь нас За то, что ты любишь каждого человека За то, что ты просто проникаешь в сердце каждого человека прямо сейчас Господь, ибо мозгами твое, оно действует И сила твоя, она действует, Господь Сила, она мощно входит, Господь, но в тела, в души Господь, вот и восстанавливает Я прямо сейчас вижу, как какая-то эмоциональная сфера И нету никаких эмоций Как будто бы серый день Как будто нету никакой нерадости И просто вообще даже слез нету Ничего нету И просто приходит ясный день И приходит эта прекрасная солнечная улья И просто приходит радость твоей телу Радость твоих дум, радость твоей души И просто жизнь, она просто берет И новый смысл в жизни появляется Хочется жить, жить, хочется жить Господь, но я благодарю тебя, что ты даешь это желание жизни Ты даешь это счастье Это счастье пребывать в себе, Господь Ты так благ, Иисус, Иисус, Иисус Я благодарю тебя, Иисус Господь, слава тебе, Халилуя, Джизис Слава тебе, Господь, халилуя Я вижу, как Господь восстанавливает зрение Кто-то очень плохо, очень слабо видит И я вижу этот процесс, как Господь прямо сейчас Начинает восстановительный процесс Халилуя Не удивляйся, что ты лучше будешь видеть Не удивляйся, что будет четче картинка Не удивляйся этому Халилуя Господь уже начал этот процесс И с каждым разом все будешь лучше и лучше видеть Халилуя, Господь Ты так благ, спасибо тебе, Иисус Халилуя Я вижу, как Господь восстанавливает хромоту Человек хромал Я не знаю, это какой-то травмы или от чего Я вижу, как Господь просто берет эти ноги И разминает их, и хромота уходит Я прям вижу, как Иисус просто своими руками прикасается к ногам Во имя Иисуса будет Благодарю тебя, Отец Благодарю тебя, Отец, за это исцеление, Господь Полная эта хромота уходит просто Приходит полное восстановление Полное исцеление, Господь Халилуя Боль в локти уходит Кого-то очень сильно болит локоть Кто-то ударился и просто вот эта вот Боль, она не оставляет его Как ноющая такая боль Как говорят они на погоду Но это все ложь Вот эта боль, она уходит во имя Иисуса Христа Прямо сейчас Господь просто прикасается Прикасается к этому локтю И всякая боль умоляется прочь Во имя Иисуса Проверяй свой локоть Просто старайтесь его разогнуть И ты увидишь, что не будет никакой боли Потому что Господь, Он прямо сейчас Прямо сейчас Халилуя Исцеляет тебя Халилуя Ты винишь И это груз такой на плечах твоих И ты несешь его И тебе как больно И тебя это не оставляет И ты как будто даже сгибаешься под этим грузом Твои плечи, они как будто бы так согнуты Ты горбишься от этого груза Потому что тебе так тяжело Тебя не покидает это чувство вины И я вижу, как Господь берет и убирает Это бремя с твоих плеч Просто снимает Одним щелчком И просто оно уходит И ты приходит вот это облегчение И как вижу, вот даже осанка Она выпрямляется И ты просто выпрямляешься полностью И легкость приходит Что ты даже удивишься К тому, как легко тебе дышится Как легко тебе будет дальше идти Халилуя Спасибо тебе, Иисус Спасибо тебе, Дух Святой За твою работу, что ты совершаешь В каждом человеке, Господь Халилуя Славься, 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 Господь Аллилуйя 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 Дорогой друг, ты можешь еще продолжать молиться Дух Святого хочет еще двигаться Он хочет еще исцелять Просто сконцентрируйся на нем Просто сейчас Чуть-чуть Наиграйся еще и прочее Аллилуйя Просто обрати внимание На его движение внутри Ощущи внимание На то, что он производит сейчас Буквально еще пару мгновений Бог хочет еще говорить Он хочет действовать Он хочет влиять Аллилуйя Аллилуйя Хир далек ли да вой лораде клайдя сей Хора майти далеки да дей леса файлораде Как человек, он берет и Сконцентрировал себя на своей болезни Он берет и просто как живет ее каждый день Он размышляет о ней Он просто размышляет о ней Он ни о чем не может думать Он читает в интернете о ней Он просто берет и живет этой болезнью И я тебе прямо сейчас говорю Что Бог не хочет этого Он не дал тебе эту болезнь Он хочет, чтобы ты отпустил Чтобы ты смотрел через эту болезнь на Истуса И чтобы Истус просто нейтрализовал это Просто забудь эту болезнь Просто оторви и выкинь Не согласись с ней Просто возьми и выкинь ее эту болезнь От Иисуса Она тебе не нужна Ты просто такой Не думай больше о ней никогда Никогда не возвращайся к этому Просто говори, что Иисус меня освободил Иисус меня исцелил Господь, мы так благодарны Тебе Мы благодарны Тебе за то, что мы Твои дети И мы благодарим Тебя, что у нас есть осознание Что Ты в нас А Вы в Тебе, Господь И это осознание, оно дает нам силу Я просто говорю каждому человеку Через которого хоть когда-нибудь двигался Бог И Вы знаете, о чем я сейчас говорю Просто примите эту силу Примите вот это полазание На исцеление, на освобождение Потому что Господь, Он призвал каждого из нас Для того, чтобы мы У нас у каждого есть круг жизни И есть люди, которые нуждаются прямо сейчас Прямо сейчас нуждаются в том, чтобы вы сказали Это слово с неба Это Ререма Просто чтобы оно вошло в вид Чтобы оно исцелило их Чтобы оно ободрило их Я просто говорю Просто возражаются дары Дары пророчества Просто возьми и прими Возьми и прими Не бойся Будь смерт Пускай нас придет это дерзновение Прямо сейчас На каждого из Вас И я благодарю Тебя, Господь Потому что Дух пророчества Бог хочет, чтобы все мы пророчествовали Один за другим И потом рассуждали Просто бери и действуй Не смотри по сторонам Если раньше тебе это не разрешали Говорили что-то не от Бога Что это что-то не так Что ты можешь что-то от себя сказать Просто бери и действуй Потому что Бог хочет двигаться через тебя Он хочет двигаться через твои уста Он хочет двигаться через просто твои руки Бери и послакай руки свои Потому что написано И каждый, кто нуждается Каждый, кто болен Призовите через свитера И пусть помолятся за вас И Дух Святой Он двинется прямо Прямо на то место, где вы находитесь Я благодарю тебя, Господь Я благодарю тебя, Иисус Славься, 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 Господь Аллилуйя Дорогой друг Просто сейчас то время Когда Дух Святой хочет помазывать еще больше Если ты видел в своей жизни проявления чудес исцеления Если ты видел, как Дух Святой действует через тебя в жизни людей Сейчас то время, когда Он хочет умножить Он хочет возложить на тебя еще больше силы своей Просто ты можешь поднять руки к Нему Дух Святой Пусть прямо сейчас имеющему приложится Пусть сейчас умножится проявление исцеления твоего Отец каждому Каждый, кто жаждет видеть исцеления в своей жизни Пусть сейчас умножится помазание твое Ощутимо Ощутимо сейчас наполняй 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 Сейчас есть люди, которые начинают ощущать, как физически Густое масло изливается Принимай Принимай помазание на исцеление Принимай помазание на чудотворение Кто-то начинает ощущать густую субстанцию на своих руках Просто ты можешь сейчас возлагать руку Начинай молиться за кого-то Принимай 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 оприятие лора лора до лойду сей Наполняй Дух Святой Дух Святой Дух Святой Дух Святой Сейчас приди Этим ответом Наполни Каждого служителя наполни каждого кто жаждет видеть исцеление в своем служении для и рада лойда сей господь мы осознаем то что это твое движение мы осознаем то что это твое служение и мы благодарим тебя за то что ты делишься с каждым из нас этим желанием идти к людям молиться за них говорит слово твое благовествовать и быть распространителями свободы твоей славься иисус славься господь славься великий всемогущий везде сущий царь тебе вся хвала теперь вся честь аллилуйя 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 и давайте прославим нашего бога аллилуйя дорогой друг мы так рады что ты был с нами пусть больше исцеления божья работа в твоей жизни она не останавливается ни один день пусть то что ты получил сегодня будет прорастать в еще больше плод пусть то семя который ты принял пусть то помазание она умножается каждый день твоей жизни пусть это вещь это субстанция которую ты принял она будет не просто как игрушка для себя но она будет мощным инструментом для тебя и жизни многих людей аллилуйя я благословляю тебя дорогой друг славься иисус аллилуйя иисус аллилуйя